Дорогие друзья, всем привет! Наконец-таки у меня снова макбанг с роллами. И сегодня будет очень такая необычная тема о разводе с мужем. Сразу говорю, это не я развелась с мужем, а моя подруга. И вот хочу с вами поговорить на эту тему. Может у вас тоже такие были ситуации, и как вы пережили. Так что если вы кушаете, то вам приятного аппетита. И давайте приступать кушать и болтать. Я, кстати, очень сильно проголодалась. Прям очень сильно. Сейчас времени полтретьего дня. Я в последний раз завтракала в десятом часу, наверное, где-то около этого. И я, конечно, безумно хочу кушать. Прям уже живот ручит. Так что приступим. Вот так. У меня здесь Филадельфия острая. Обычный вот этот ролл. Не знаю, как это называется. И, по-моему, это называется лава. Вот. Надеюсь, они не испортились, потому что я покупала еще вчера днем. Вот. И не было времени записать. И, как видите, у меня сегодня другая локация. Так что не обращайте внимания на сзади, который беспорядок. Вот. Так что будем кушать. Фасаби нет. Поэтому будем без него. На вид, конечно, они не очень симпатичные. Но посмотрите на начинку. Как ее мало. Ее практически нет. У меня, кстати, здесь еще кофе. Так, начнем про развод. Вот. Они развелись где-то уже год назад. Вот. Но отношения у них начали рушиться еще до этого. Получается, ее муж проходил домой поздно. Не уделял ей такого внимания. Не было ласки. Грубости одни. Вот. И вот это у них домашняя рутина. Плюс еще работа-дом, работа-дом. Однообразие. Может, еще это на все повлияло. Вот. Они вот пускай ездили тоже по отдельности. Получается, он с друзьями, она с подругами. Вот. Может быть, из-за этого у них расслаб такой пошел. И вот когда он объявил, что хочет уйти, она мне об этом сказала. Потом я вообще в шоке была. Ей не поверила. Потому что по мне так они были очень хорошая пара. Вот. И ну, с виду, как смотреть, если. Вот. И она пыталась его удержать. Пыталась с ним поговорить, разобраться, в чем же дело. какие проблемы в отношениях, давай исправлять. У них не было детей. Только дома собачка есть у них. Она, кстати, не осталась собакой. Вот. И он не хотел ни не исправлять, не решать. И в итоге, когда они развелись, она переехала к маме жить. И он уехал в отпуск. Получается, и перевез другую женщину у них квартира. Получается, они как поделили? Ему квартира осталась, и ей машина. Потому что квартира была в ипотеке еще, а на тот момент у нее не было работы, потому что ее уволили из-за того, что она была на декретном месте. То есть, сократили. Вот. поэтому ему осталась квартира с ипотекой, а ей машина. Машина хорошая, дорогая. Вот. И я просто поражаюсь мужиками, то, что у них есть семья, жена, но они могут гулять на стороне. Тем не менее, он наверняка не в отпуске нашел себя эту женщину другую, а еще когда был в браке, и почему он сразу напрямую не сказал, что все, я тебя не люблю, я ухожу к другой, ты мне не нужна, зачем вот это ей страдание приносил, мучил ее. Вот. Почему нельзя сразу сказать, что у меня есть другая, все, я хочу ее привезти сюда, давай расходимся с тобой. меня бы просто поразило, что меня просто поражает еще вот наверняка меня здесь смотрят только женщины, но может несколько мужчин, вот, я поражаюсь мужиками, почему вы так поступаете, почему не можете сразу напрямую сказать и сразу обрубить все как есть, спите в кровати с женой и плюс еще гуляете на стороне, вот, для чего это, вы получаете, вы не обижаете жену, как бы, она об этом не знает, потом, конечно, она узнает, ей неприятно, но вы сами себя не уважаете, изменяя, сначала с одной спите, потом с другой спите, и вы не уважаете себя и свое тело, потому что вы как тряпка туда-сюда бегаете, как половая тряпка, которую можно помыть весь пол в квартире, и, ну, это ужас, для чего это так делать, и, она потом мне новость такую сказала, что, по-моему, через полгода, или чуть больше, может, через пять месяцев, она забеременела, та, получается, его новая, как сожительница, они еще не расписались, вот, она, наверное, уже сейчас скоро родит, и, я еще ту женщину, нет, давайте кушать, я забыла, я еще ту женщину, не понимаю, зачем она приехала сюда, в город, она же знала, что у него есть жена, хотя она, у нее сама есть ребенок, она получается рушит семью, у которой самой не сложилась семья, хотя бы женская солидарность у нее должна было быть, мне кажется, из этого ничего хорошего не выйдет, так что, мужики, если вы не осмотрите, и женщины, которые не верны своим мужьям, и мужики не верны своим женам, пожалуйста, если вы не хотите быть со своими женами и мужьями, ну, вы скажите сразу, зачем это скрывать, обманывать, а если не хотите семейную жизнь, то все, я ухожу, я развожусь, я с тобой не хочу быть, я хочу гулять, все, идите, гуляйте на стороне, а потом меня еще как поражает, что муж, мужик гуляет от своей жены, дарит нам подарки, вот этим своим пассием там на стороне, а потом когда жена узнает и посылает его на все три буквы и отправляет куда подальше, разводится, он такой, ой, я был неправ, прости, прости, я был неправ, я дурак, козел и так далее, прими меня обратно, вот баба, и зачем вы принимаете их обратно, вот у подруги, да, вот то, что ситуация, она умная, красивая, стройная, работаю сейчас, офигенную себе нашла, дай бог у нее, она останется, ухаживала за собой, все, все было при ней и готовила вкусно, и что ему не нравилось, да, и машина у них есть, и квартиры, собачка, вот ребенка вот не хватало, вот единственное, не хватало ребенка, вот у нас с мужем тоже один период был переломный, что мы чуть не разошлись, из-за того, что вот мы долго встречались до свадьбы, потом у нас какие-то начались просто надоели, наверное, друг друга, однообразие, то, что мы стоим на месте, не двигаемся в плане семьи, вот мы решились сыграть свадьбу, расписались, вот, и после, тоже, получается, в 17-м году мы расписались, а только в 20-м я, получается, родила Ромку, тоже у нас очень долгий путь шел к этому, и тоже были разногласия, тоже вот до рождения Ромки, ну, еще до беременности, тоже были эти разногласия, что в плане семьи мы вообще не двигались, потому что у меня работа, у него работа, мы, он уходил раньше на работу, я позже, потом, он приходил раньше домой, я позже, потом он уходил на тренировку, то есть, мы практически не виделись, ужинали по отдельности, завтракали по отдельности, вот, из-за вот этой рутины, вот, и толком никуда не ходили, и поэтому у нас вот какие-то, ну, просто мы не видели друг друга, и разногласия начались, то есть, как бы, и по отдельности нам неплохо, привыкли к этому, вот, и когда я забеременею, вот, появилась огромная, у нас вся вот эта вот энергия направилась на него, и это нас сплотило, и мы стали дружнее, и я вот думаю, все-таки, вот, надо было в плане семьи развиваться немножко пораньше, потому что мы до брака долго встречались очень, и после мы сегодня решались завести ребенка. С этим, конечно, не надо завязывать, конечно, погулять надо, поездить по странам, отдыхать, но не затягивать, кстати, вот эта филадельфия острая, она прям очень острая, такое чувство, что здесь не специальный соус делают, который для роллов, для роллов васаби, вот эта, ой, васаби, а как, не помню, как называется, острый соус такой, вот, а здесь просто чили, соус вылили из бутылки и сюда добавили, он прям очень острый, меня аж горит все, но начинка смешная, смешная очень начинка, просто один рис, я поела не ролла, а рис, с каким-то добавкой маленькими, которые практически не чувствуются, кстати, у нас очень жарко, прям невыносимо жарко, наверное, солнце плюс 40 где-то держится, уже хочется прохлады, а в надыме, кстати, я говорил, может, у них там прохладно, плюс 13, плюс 15, то есть это вообще не лето, раньше вспоминаю, всегда в надыме в июле месяце жарение просто невыносимо, плюс 30, здесь еще влага есть, но там нету влажности, там очень сухо, и просто там дышать нечем было, а сейчас я вообще не понимаю, что сейчас погода творится, вот эти наводнения, часть нашествия божьих коровок, там по новостям смотрела, об этом поговорим в следующем мулканге, 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 но они еще рады мне кажется для арбуза, от этих роллов у меня прям горит все, я люблю острые, но это перебор мне кажется, конечно роллом я ставлю кол, вообще не о чем, вообще не рекомендую эти роллы брать в кубесе, если кто жрет в Выборге в торговом центре Кубесе, не покупайте роллы, они ужасны, так, будем заканчивать это видео, спасибо, что покушали со мной, подписывайтесь на мой канал, и пожалуйста, не изменяйте своим женам, мужья, и жены, не изменяйте своим мужьям, а если разлюбили, то лучше говорите об этом напрямую и решайте проблему, а не гуляйте налево, хорошо? Всем спасибо, всех люблю, пока-пока!